Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. К пенсионной реформе какие поправки алтайских парламентариев были услышаны в Государственной Думе? По собственному желанию, что стало причиной ухода с поста ректора Сергея Землюкова? Его глазами в Барнауле стартовал Всероссийский фестиваль памяти Валерия Золотухина. Госдума одобрила поправки президента к пенсионной реформе. В частности, для женщин скачок возраста для выхода на отдых составит 5 лет, а не 8. Для мужчин сохранится на предложенном ранее уровне 5 лет. Пенсионный вопрос стал ключевой темой сегодняшнего заседания. Ну а пока оно длилось, мы поинтересовались у представителей алтайских отделений партии, что они думают о пенсионном вопросе и какую корректировку проекта ждут от своих старших коллег. Предисловием к пенсионной реформе стало принятие поправок в уголовный кодекс. Их депутаты одобрили накануне. Теперь за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста работодателю грозит уголовная ответственность. Нормы закона уже приписали превентивный характер, а на Алтае уверены, что ее просто могут обойти. Я лично считаю, что это ставит под удар людей предпенсионного возраста. Им просто будут уже заранее отказывать от приема на работу, понимая, что через несколько лет они войдут в ту категорию, из-за которой может работодатель попасть под уголовную ответственность. Депутаты края, внося поправки в пенсионную реформу, исходили от обратного. Они предложили установить организацию на специальную льготу. Было бы логично рассмотреть и вопрос о снижении размеров пенсионных взносов наших именно для таких работников. Среди других алтайских поправок досрочный выход на пенсию, в том числе и в случае безработицы на протяжении года. Для коммуниста вопрос трудоустройства один из ключевых. Поэтому они изначально были против пенсионной реформы. Мы на уровне края не видим нисколько, чтобы рабочие места увеличивались. Рабочее место считается, когда хотя бы зарплата свыше 30-35 тысяч, можно о чем-то говорить. Зарплаты крайне низкие, поэтому напряжение на рынке труда, она усилится. Но главная поправка от Алтая и других регионов страны было уменьшение возраста для выхода на пенсию и стажа. Мы считаем, что 40 лет для мужчин и 35 лет стажа для женщин – это как раз тот срок, при котором человек отдал долг родине и имеет право на пенсию. Ко второму чтению законопроекта депутату Госдумы учли 324 поправки, в том числе и от Алтайского края. 9 внес Владимир Путин. Среди них увеличить возраст выхода на пенсию для женщин на 5 лет, а не на 8. Досрочно оформлять пенсию многодетным матерям, сохранить льготу для коренных народов Севера. Поправки президента депутаты приняли единогласно. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости. Отопительный сезон начат только в половине муниципалитетов края. Отдельные населенные пункты к зиме не готовы. Об этом сегодня во время правительственного часа заявил в Рио-министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса региона Иван Гелев. Руководитель ведомства ответил, что топительный сезон стартовал в 32 муниципалитетах региона. Тепло подано почти в половину детских садов и треть школ края. Общий запас угля 164 тысячи тонн, в том числе 24 тысячи тонн в резервном фонде региона. Между тем ряд населенных пунктов к холодам не готовы. Так, один из депутатов ЭКЗС задал вопрос о камне на обе, где из-за дефицита топлива объявлен режим ЧАЭС. Гелев отметил, что сложная ситуация во многом возникла из-за того, что город платит за тепло по необоснованно низким тарифам. И это нужно менять. Пока же принято решение провести на следующей неделе встречу каменских и краевых депутатов и совместно найти выход из кризиса. Прозвучал вопрос и о поселке Сибирске Первомайского района, где два дня назад глава сельсовета в протест бездействию районной администрации объявил голодовку. Как мне кажется, здесь больше все-таки пиара и публичности. Да, есть проблема в отношении к городу СССР и к любому району. По многим форматам, техническая возможность обеспечить задачу рекламы сегодня на месте. Между тем, Гелев подтвердил, что в поселке Сибирске есть проблемы с долгами за поставки газа. Депутаты поинтересовались и о том, как переживает зиму село Кусак немецкого национального района, жители которого в прошлом году мерзли в своих домах. И что будет с проблемным селом Шипунова. Об этом и в целом о подготовке к зиме расскажем в нашем ближайшем выпуске. Режим ЧС в Алтайском крае вводить рано. Так считают региональные власти, несмотря на то, что темпы уборочной кампании серьезно отстают от намеченного плана. Напомним, в этом году уборка урожая задержалась на две недели. Об этом сегодня рассказал в Рио первого заместителя председателя правительства региона Александр Лукьянов. На неблагоприятный ход уборочной кампании повлияли холода, обильные осадки, поздняя посевная. Напомним, в мае этого года из-за аномальных минусовых температур и ежедневных дождей аграрии не смогли вовремя засеять поля. Почва была сильно переувлажнена. Тогда власти региона вели ЧС. Сейчас же, когда есть все риски не собрать вовремя урожай, чиновники решили с режимом повременить. По их словам, отставание от графика не критичное. На сегодняшний день только зерновых и зернобобовых обмолочено примерно с двух миллионов гектаров. Правда, это на 500 тысяч меньше, чем в прошлом. И сегодня, когда мы имеем отставание по темпам 4-5%, будем говорить так, ну это, откровенно будем говорить так, два, ну два с половиной дня работы. Но кто сегодня поймет, при таких темпах уборки вводить ЧС. ЧС будет вариться тогда, не дай бог, если будет ранний снежный покров. Александр Лукьянов также отметил, что самая сложная ситуация сейчас с уборкой подсолнечника. Он не успел вызреть. Погодные условия обеспечены нам 10 дней. И мы основные виды уборочных работ закончим. Нам надо необходимо 10-12 нормальных, хороших рабочих дней. Но я думаю, что погода нам их просто-напросто не предоставит. Этого и боятся аграрии. Многие из них уже назвали этот сезон тяжелейшим за последние 20 лет. Убирать, конечно, можно, но всю продукцию приходится сразу отправлять на сушилку. Удовольствие это по нынешним ценам на сжиженный газ совсем не дешевое. По прогнозам синоптиков, в течение ближайших 10 дней будет тепло. Но погода, как известно, переменчива. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Сергей Земляков покинул пост ректора Алтайского госуниверситета. О своем уходе он объявил накануне на заседание ученого совета вуза. Земляков сообщил, что написал заявление на увольнение еще 19 сентября. И Миноборнауки удовлетворило его. Как рассказал один из участников совета, данный вопрос в повестке заседания не значился, что возмутило некоторых присутствующих. Между тем прозвучало предложение избрать Землякова президентом университета. Несмотря на то, что большинство воздержалось, либо проголосовало против включения данного вопроса в повестку, Землякова избрали президентом Алтгу. Как говорят, за проголосовали 26 человек, против 6. Отметим, Земляков возглавлял Алтайский госуниверситет с 2011 года. В 2016 его переизбрали на второй срок. А год назад Землякову исполнилось 65 лет. И он перешел на срочный контракт, который истек в августе этого года. Но 23 августа пресс-служба вуза сообщила, что контракт пролонгирован еще на год. В настоящее время пресс-служба университета недоступна для комментариев. Добавим также, что исполняющего обязанности ректора назначили заведующего кафедры экономики, предпринимательства и маркетинга профессора Сергея Бочарова. А депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов стал полпредом Госдумы в Верховном суде. Об этом он рассказал на своей странице в одной из социальных сетей. Бессарабов написал, что будет работать в Комитете по государственному строительству и законодательству. Решение о новой должности депутата принял парламент на пленарном заседании палаты. Даниил Бессарабов поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что для него важно, что новые обязанности напрямую связаны с его специализацией юриспруденцией. Продолжаем выпуск. От Республики Карелия до Якутии в Молодежном театре Алтая торжественно открылся Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Впервые за всю историю его проведения Барнаул собрал рекордное количество театров из разных регионов страны. Валентина Аскерова побывала в центре событий. Беспрерывный поток к Молодежному театру не прекращался ни на минуту. Сотни человек, участники фестиваля, судьи и просто зрители пришли на торжественную церемонию открытия Золотухинского фестиваля. В фойе гостей встречали танцоры, которые устроили батл и бомб музыканты города. Фестиваль имени нашего земляка проводится уже в третий раз, но впервые может похвастаться таким масштабом. Участвуют театры с разных уголков нашей большой страны. Якутия, Карелия, ну и много-много. 14 театров участвуют в этом фестивале. Такая палитра впервые у нас. В течение недели ведущий театр представит свои лучшие постановки на крупных площадках. Всего заявлено 12 спектаклей, но только одному из них достанется главный приз – статуэтка «Воздушный шар». Символика выбрана не случайно. Персонаж Бумбараш, который принес зрительскую любовь Валерию Золотухину, летал на воздушном шаре. Но актеры признаются, главное – нематериально. Надо же себя показать, другие посмотреть, чтобы понимать, в каком мире живем. То есть, ты же не знаешь, вы же путешествуете куда-нибудь. Вот и так же увидеть что-нибудь хорошее, взять оттуда энергию. Верены в победе? Нет, мы же не за победой едем. Победа, она нужна директору театра, режиссеру театра. А нам главное – участие. Нам главное, чтобы зритель. Вот это самое главное. Театральный фестиваль имени Валерия Сергеевича Золотухина объявляется открытым. Сразу после этих слов на сцене МТА выступили артисты Новосибирского театра со спектаклем по пьесе Максима Горького, Васа Железнова. Представление вне конкурса для зрителей. Кстати, в рамках фестиваля пройдет ряд мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Так что помимо положительных эмоций, артисты увезут с собой полный багаж творческих знаний. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Сегодня во всем мире проходят акции, приуроченные к Международному дню профилактики ракомолочной железы. Присоединился к ним и Барнаул. Прямо на вокзале врачи сегодня провели открытую консультацию, где все желающие могли узнать, как на ранних стадиях предупредить развитие онкозаболеваний. Это первая акция, названная «Спаси маме жизнь», посвященная раку молочной железы. Ранее врачи просвещали население о борьбе с сахарным диабетом, ожирением и другими недугами. Но по статистике, рак молочной железы – одна из главных причин смертности женщин в Алтайском крае. Рак молочной железы не только в Алтайском крае, но и в России занимает первое место среди как заболеваемости, так и смертности у женщин. В России это более 30% запущенных женщин, то есть уже обращающихся в поздние стадии. И так же, как и в Алтайском крае, практически 30% женщин приходят в поздние стадии. Собравшимся в зале ожиданий прочли лекцию о признаках заболевания. А также с помощью специальных манекенов пояснили, как самостоятельно определить первые признаки рака груди. Ну а после мастер-класса все желающие смогли пройти индивидуальные консультации и первичные обследования. О спорте за игру не стыдно. Именно так говорят эксперты, болельщики и тренеры об историческом матче, в котором Барнаульская «Динамо» впервые почти за 30 лет сыграла с клубом из высшего эшелона отечественного футбола. Сине-белые уступили в родных стенах команде «Оренбург» со счетом 0-2. Разбор игры в деталях прямо сейчас проведет Станислав Сергеев. Станислав, вы точно должны знать, оправдались ли ожидания наших болельщиков. Безусловно, Евгения, матч выдался что надо. В первую очередь благодаря забитым трибунам. По разным данным на футбол пришло около 8 тысяч человек. Такого в Барнауле уже не было очень давно. Очень-очень давно. Чаша заполнилась еще задолго до стартового свиска. Обращая внимание, это при минимуме рекламе на улицах города. Как позже отметит главный тренер гостей, в Барнауле понимающий футбол болельщик. Жаль только, что само качество футбола не соответствует ожиданиям. Это я уже от себя. Сейчас футбольная «Динамо» упала на предпоследнее место из шести команд. Это там в чемпионате. Зато в походе за Кубком страны как раз порадовали. Дошли до 1-16 стадии и привезли Оренбург. Так вот, качество игры со стороны «Динамо» в этот раз было гораздо лучше, чем в последних играх. Это и понятно. Все-таки перед тобой статусный соперник. Плюс такая поддержка трибун. Бились, старались, но не более того. Оппоненты каких-то сверхусилий для победы все же не приложили. В конце первого тайма забили первый, в конце второго второй. Разбавить унылый ноль пару раз смог «Динамовец» Владимир Завьялов. Но то техника подводила, то защита Оренбурга была в прямом смысле на высоте. Как уже сказала моя коллега, счет 0-2. Оренбург идет дальше. В одну восьмую стадию и ждет победителя пары Тюмень-ЦСКА. Команда Сергея Шишкина обратно возвращается к играм во второй лиге из вечной зоны «Восток». Видимо, хорошего вам помаленьку. На этом у меня все. Из центра футбольного праздника с вами был Станислав Сергеев. Как сказал Шекспир, больше всех делай, больше всего знай и меньше всего ожидай. Друзья, это работает. Студия вам слово. Спасибо, слонис Станислав. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В четверг в крае переменная облачность, без осадков и, можно сказать, по летнему теплу. В Белокуре, Хибейске и Рубцовске до 20 градусов, в Валейске 22 выше 0. В Барнауле без осадков ветер южноумеренный, днем до 22. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня все на этот час. До встречи.